Привет, друзья! С вами Хернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Бризыч. Мы с вами остановились на том, что немножко подлутались на конечной, по сути, точке, и нам предстоит добраться до следующей разгонной станции. Хорошо это или плохо, мы узнаем уже по пути, лететь туда 3,6 километра. Понял. Что у нас по ресурсу? По ресурсу у нас, по сути, есть всё. Абсолютно всё, что мы хотели бы, мы уже заполучили. По предметам мы тоже скрафтили всё. Значит что? Значит мы большие молодцы. Так, оставляем вот это дело. Номерной знак. Ммм, точно, он же говорил, что он звёздочками номера нам поменяет, да? Очень хотел бы в это верить. Очень хотел бы верить, пока оставим на всех пожарных здесь, бог его знает. Так, отстыковываемся. Какого хера тут опять гробы летают? Ладно, нам не до них. Разворот-поворот, выровнялись. И полетели. Твою мать, гроб пролетел только что? Нормально. Как вы видите, собственно... Поступил запрос от защитных систем по протоколу свой-чужой. Надеюсь, нечитабельный номер и правда поможет. Я тоже верю в то, что номер поможет. Как видите, этот провод, длиннющий, который шёл через всё и вся, он действительно подключается в конечном итоге к нашим разгонным воротам. Хорошо это или нет, бог его знает. Работает. Запрос продолжает поступать, но активных действий защитная система не совершает. Отлично. Окей. Значит, защита сработала, но я не уверен, что турели меня не будут стрелять. Надо подлететь сейчас к этой ближайшей. Сначала проверить. А потом уже предпринимать какие-то действия. Так, защитные турели, что скажете? Там гробы летают. Откуда здесь столько гробов? Сколько столько? Я вижу только шестерых. Меня смущает, что турель напряглась. То есть не будешь меня стрелять? Система же свой-чужой, да? Вся херня? Нет, турель так не думает. Отнюдь. Пиу-пиу. Видимо, турель-турели рознь. То есть есть какие-то огромные турели, от которых мы все-таки защиту имеем. И я, походу, вижу эти турели. Это вот эти огромные дилдочки. Окей. Ну, надеюсь, хотя бы они в меня стрелять не будут. Мелкие-то я уничтожу, это не критично. Что такое плотный гроб? Где он делся? Что? Он меня-то ранился? Зачем тебе это сделал, братыщ? У меня хп не бесконечное, не надо. Так, акура. Я сейчас охерю, если этот турель начнет заряжаться. Я прям охерю. Да чё ты сюда летишь? Кэш? Мне интересно, у нас есть вообще последующий уровень развития нашей пукалки? Он вроде говорил, что десятитысячный уровень есть, но я как-то не особо хочу проверять. Твою мать! Они, походу, реагируют на мои выстрелы. Слушай, атака не стояли, все спокойненько, никого не трогали. И тут, нате, здрасте, начали меня атаковать. Не надо так. Просто не надо. Так, ещё один остался, иди сюда. Неизвестно, что за часть корабля, но здесь я не знаю, что она происходит. Все мои датчики регистрируют невероятную энергетическую активность. Неизвестно, что за часть корабля, но что-то здесь происходит. Окей, подлетаем поближе к турели, потому что мы будем долго с ней вместиться на дистанции. Так, вот это меня смущает. Вот эти огромные, огромезные, я бы сказал, турели. У вас как дела? Нормально? Вы со мной дружите? Мне кажется, такая херня меня ваншотнуть может. Сравнительно с этими мелкими пердохалами, которых мы уничтожаем, эти турели, мне кажется, могут сделать страшное. Так, окей, давайте быстренько осмотрим, что здесь. Здесь просто разорванный кусок. Так, пристыковаться к разгонной станции. А зачем мне к ней стыковаться? Станция неактивна, но цела. Вероятно, отсутствует питание. Предлагаю найти место для стыковки и осмотреться. Окей. Меня больше смущает, почему огромный провод шел сюда. Какой старый коммуникационный корабль? Он того же возраста, что и обломки станции с ядрами просишь. Ммм, это коммуникационный корабль. Действительно старый, входа в него нет, но к нему присоединен один провод, а с него выходят еще два. Окей. Окей. Так, стыковочка есть? Технический шлез. Целый. Отлично, это то, что нам надо. Это точно обломки лайнера, но опознать я их не могу. Окей. То, что он не может опознать обломки, это плохо на самом деле. Чёрный. Боже, я скоро уже запомню эту песню наизусть. Так, берем пехаль. Пилить. Мне кажется, можно было бы что-то поинтереснее придумать. Пилодрель. А что было бы, если бы я его выбросил? Это ж по сути единоразовый инструмент, который повторить в крафте невозможно, из-за того, что у нас нет... Что там требовалось на него? Ручка. Сейчас, снаряжение, инструмент. Он требует корпус. И корпус мы больше нигде не находили. Действительно, что было, если бы я реально просрал этот инструмент? Ладно, я умненький. Согласен. Да ты издеваешься. Беру свои слова назад. Лучше бы это была очередная банальная закрытая дверь. Полностью поддерживаю. Нахера? Три двери, мать его, в отсек. Не надо нам больше такой оригинальности. Реально, три двери, ёпперс, это шлюзовые, и то две ставят. А куда одна делась, кстати? А, вот она. Окей. Так, вот, собственно, основные провода, которые сюда катят. Так, это заберём. Поесть попить я забыл, да? Пока ничего не лутаем. Просто смотрим. Разгонная станция подключена напрямую вон теми проводами. Или вот этими. Но точно подключена, а значит, можно возобновить питание. Окей. Подключена, так подключена. Судя по всему, гробы протягивали провода, но кто-то их всех убил. Только не говори, что корова, я тебя прошу. Ну, серьёзно, уже сколько можно с этими коровами? Да, один раз я накосячил. Но это ж не значит, что я должен страдать дальше до конца. Термос. Что, простите? Термос для космического супа. В первую очередь, разрабатывался для детей. Но детей вообще стараются в космос не вытаскивать. Поэтому популярность... Эта соска приобрела у более старшего поколения. Надёжно, удобно, бороду не пачкает. Дед с соской. Нормально. Сойдёт. Гроб вообще сверху лежит. Что у вас здесь происходило? Её бросоты. Хера себе его подъёмничком-то, а? Сиганули знатно. Так, провода пошли дальше. Но что мы там будем делать? Одному бы вызвать. Какой размах. Предполагаю, что мы находимся в засекреченных отсеках лайнера, относящихся к центральному ядру корабля. Увидеть такое могли лишь избранные вроде вашего деда. О, мааа. Я, да. Я теперь тоже, получается, избранный. Твою же мать. Его втёрли прям в обшивку корпуса. Окей. Вижу. Это ещё один залаганный. А, он там, скорее всего, даже не один. Хера себе какая-то активность. Он прям пулемётит. О чём ты? Да слышу, слышу. Похоже, некоторые гробы ещё функционируют. Можно мне аккуратненько тут пролезть, пожалуйста, чтобы не умереть? Так, это, конечно, приколдесс. Я, как назло, аптечки не взял. Так, стоп. Этот тоже стреляет. Молодой человек, умрите. У них очень странный функционал остаётся после смерти. Так, минус один. И там, по-моему, ещё двое. Такс. Такс, такс, такс. Тихо, тихо, в лицо не стреляй. Спасибо. Так, он уперся в коробку. И там, скорее всего, тоже уперся в коробку. Смогу ли я беспалевно пробежать? Скорее да, чем нет. Старый обработчик данных, говоришь? Так, успею ли я? Ай, твою мать, под жопу мне стрелю. Так, спокуха. А ну, умри, сволочь. Самое обидное, что у них бесконечный бластер. Чего у меня даже не светит. Наверное, мы отключили разгонную станцию. Вместо неё воткнули это и пытались... Да, я понятия не имею, что они пытались. Нам просто нужно включить разгонную станцию. Они чё-то творили с информацией. Но пока не ясно чё. У него нога искрится. Да, давай уже. Всё, настрелякал. Так, запустить разгонную станцию, при этом, что всё подключено сюда. И, и, и обработка данных. Так, изучите слюзовые ворота. Похоже, за этим слюзом мощный, смертельно опасный и нестабильный источник энергии. И нам, разумеется, нужно туда. Я так и знал. Всё, что нестабильное и опасное. Не хотелось бы паниковать, но нам эти ворота не открыть, если только я не смогу найти лазейку в их системе запирания. Сейчас всё найдём. Не переживай. Так, заберу сложные инструменты... эти ресурсы. Здесь что-то есть. Насинг, Насинг. Щёлочь, ещё один гроб. Так, хорошо. Давайте сначала посмотрим, что за комнатка. И можно ли в неё залезть. Что это такое? Понятно, дебильное крепление какое-то. Так, сюда залезть нельзя. У нас тут почему-то значок исследования. Сканировать значок? Давай. Понял. Мы с ними ничего не сделаем. Но вторую я на всяк-позорной проверю. Чё ты меня расстраиваешь? Хорошие новости какие-то, да? Ворота утоплены в полке и имеют бронированные напольные накладки Бастион. Хм. Понял. Накладки мы тоже, видимо, не пробьём, да? Вся электроника защищена двойным кодированием и скрытой системой дублирования. Средний расчёт времени на взлом 2 миллиона лет. Неплохо. Сплав шестого класса устойчивости как минимум в 6 слоёв. Глубже мои датчики даже пробиться не могут. Так, а здесь что? У меня уже последний скан остался. Папу, ты слабое место. Но по сравнению с остальным массивом ты, если очень постараться, за пару лет мы сможем оставить здесь неплохую вмятину. Ха-ха-ха. Неплохая вмятина нам, конечно, поможет. И здесь тоже нужен сканер. Сейчас приду. Так, я вместе со сканером на месте. Поехали. Мне кажется, что я понял, как устроены эти ворота. Нужно проверить центральный запорный клапан. Да, я понял, как это открыть. Для начала нам нужно 3 живых хомяка, 2 изоленты, бутылка, граната, около 20 килограммов металла, проволочный каркас, 2 мотора, но не очень мощных, краска, а точнее часть баллона с краской, маленькие железные шарики, буквально штук 200 или 300. Но... Логика же... Я... К черту эту игру. Нет, ну серьезно. Почему на секретном и защищенном объекте стоит дверь, которую можно просто... О, забудем про дверь. Поверить не могу. Это же дополнительное малое ядро лайнера без названия. Оно все еще работает. Невероятно. Дверь бомбическая. Особенно, что нам пришлось отдельный сканер крафтить. Ну ладно. Что это было? Почему ты закрылась? Не надо так. Мне от этого не лепо. Ляха, тут прям сожженные гробы. Почему музыка остановилась? Это не хороший знак. Так, рабочее ядро. Осторожно. На платформе управления какой-то гроб. Так, у меня есть нычки. Отлично. Но он же мертв. А, это ворота. Похоже, именно этот гроб уничтожил всех остальных. Мне кажется, что это... Нет. Этого не может быть. Как такое возможно? Ведь сигнал был потерян. Но сомнений быть не может. Это точно он. Ё-пэ-р-э-с-э-т. Гроб с вашим родственником погиб в сражении с другими гробами. Я уже совсем ничего не понимаю. Знаю это непросто, но нужно его осмотреть. Ё-пэ-р-э-с-э-т. Наш дед затащил, получается? Видимо, да. Видимо, да. Здесь компьютер сломан. Ничего не сделать. Пульт управления. Тоже ничего не сделать. Компромат. 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 Значит, у меня не получилось. Но ты заметил записку на холодильнике. Или на зеркале. Или в коридоре. Или на комоде. Или у себя на лбу. Я постарался оставить их везде. Прости. Ты должен остановить полет лайнера. Срочно. Я почти 58 лет проработал инженером в НИИ Космстрой. И в последние годы мы выполняли некоторые заказы для агентства Брэссидж. Я мало с тобой общался по поводу моей работы. Это такое упущение. Но это сейчас не так важно. Я стал замечать странности в запросах Брэссидж. И провел свое расследование. Теперь я уверен, они не те, за кого себя выдают. Брэссидж. Возможно, самая грандиозная и опасная афера в истории человечества. Будь добр. Отнеси эту запись и нашу курочку к Борису Громову. Ты же помнишь моего старого друга в следственном отделе? Сегодня я попробую подобраться поближе. Нужны железные доказательства. Люблю тебя, дед. И не забудь покормить курицу. Она ключ. Брэссидж. Нет, я не понимаю. Так, значит, всего вот этого можно было избежать, если бы вы хотя бы умылись? Я... Мне... Я не знаю, что сказать. Но теперь это не важно. Главное, что ваш дед что-то знал о гробах, катастрофе и компании, которая создала меня. Я попробую расшифровать кассету и подожду, если вы захотите похоронить вашего родственника. Какой ужас. Он снимает маску. И у него на лбу действительно наклейка. Ой, так. Дед свое отвоевал. Окей. С этим мы разобрались. Перетащить гроб. Ставьте его вон туда, на платформу экстренного сброса. Я бы должен рекомендовать не нарушать протокол похорон, а отнести покойного на челнок. Но с такими повреждениями гроба тело вашего родственника скоро попросту распечется по палубе. Он не заслужил такого. Теперь необходимо открыть шлюз и отдать последние почести этому великому человеку. Согласен. Дед заслужил. Однозначно. Так, пульт управления раз. Это один цельный вроде. Его захватила гравитация и планеты. Как красиво. Стоп. Секунду. Что такое нейтробомба? Твою моти. О, кажется, чтение записок не ваш конек. Честно говоря, я не знаю, какой вас ждет штраф за уничтожение потенциально обитаемой планеты. А вот меня переплавят в тостер. Меня точно переплавят. Какой позор. А может... Может просто все забудем. Активирую частичную дефрагментацию данных. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Дефрагментация завершена. А что с этой планетой? Она ведь так и была, когда мы сюда прилетели. Да? А, ладно. У меня нет функции дефрагментации. Пора уходить отсюда и надеяться, что мы погибнем раньше, чем до нас доберется судебная система. А какой ужас, боже. Что это было? Что ты сделал? Как ты попасть туда, срочно заканчивать разрушение вселенной и спасать меня? Обязательно. В связи с открывшимися обстоятельствами, я еще больше уверен, что это обман и нам не стоит на нее отвлекаться. К тому же она знает, что это мы взорвали планету. Сейчас важнее всего подключить разгонную станцию и добраться до центрального ядра для активации варп-ускорения. Полностью согласен. Мы провели огромную работу. Провели огромную работу и теперь надо срочно запускать варп. Иначе, иначе мы еще что-то плохое наделаем. Да, осторожно, в гробу. Бомба. Это хороший поворот. На синем проводе написано, что он ведет к разгонной станции? Че ты мне врешь? Это что такое? Узел. Удар. Нужен ломб. Неважно, что вы сделали, но вы все сделали правильно. Осталось сделать это еще в паре мест на проводе, и малое ядро запитает разгонную станцию. Серье? Так расшифровать компромат я не смог, но содержимое скопировал, чтобы вы не потеряли. Сейчас, как мне кажется, необходимо подвести небольшой итог. Ваш дед расследовал некий глобальный заговор в Брэсидж, но умер, оставив после себя запрограммированного роботоубийцу с компроматом. Вы... эм... Скажем так, не имея возможности обнаружить предупреждение деда на лбу, повезли хоронить его тело прямиком на лайнер без названия, на который он явно не хотел попасть. Через несколько часов лайнер был атакован зеленой вселенной, которую некто обманным путем использовал в своих целях. Зеленая вселенная, судя по всему, облажалась. Лайнер врезался в древнюю станцию, взорвался. Сотни гробов активировались, превратившись в агрессивных роботов, убивающих выживших. Ваш дед тоже активировался и хотел передать компромат по каким-то каналам связи, но погиб по второй раз. Теперь этот компромат у нас, и о нем явно знают роботы-убийцы. Вам не кажется, что мы в зоне риска? Не-е-е-е, ты шо, не выдумывай. Бляд, это надо пистолет, наверное, брать теперь. Бог его знает, что этим гробам взбредет. Окей, мы должны побить ломом теперь узлы для того, чтобы запустить разгончик. Я правильно понимаю? Я надеюсь, что эта метка на второй узел, а не куда-то в бездну. Очень хотелось бы верить. Так, обороты откроются вообще? Просто интересно. Слав тебе, Господи. Благослови Господь автоматику. Что такое? А это она опять закрылась. История, конечно, жопа. Серьезно. Она очень нелогичная. С очень многим странным происходящим. Но мы ее вывезем, мне кажется. Подычки ломом вот сюда. Отлично. Осталось еще одна. А я здесь не смогу быстро, да, просочиться. Жаль. Придется попетлять. Короче. Я думаю, что нам сейчас предстоит, видимо, драться с роботами. Потому что на этом был двойной намек. Я не то, чтобы не готов. Просто мы в скафандре не встречались с роботами. Мы с ними встречались, по сути, только в космическом пространстве. Замечательно. Вы как-то запитали разгонную станцию. Мне лень объяснять, как. Пора возвращаться на Нормандию, пока сюда не прилетели новые гробы. Окей. Я, в принципе, так и понял. Что, лучше текать. Сейв, привет. Так, текаем, текаем, текаем. Надо бы, кстати, перекусить. Раззонная станция активна. Подлетите к ней поближе. Я пока подготовлюсь к ускорению. Ну окей. Сейчас подлетим. Одну секундочку. Я перекушу. Шушуть. А там даже не шушуть надо. Там прям нормально надо перекусить. Все, другое дело. Так, и надо бы с собой аптечки носить. Мне кажется, настало время аптечек. Так, что у нас с собой? Компромат и энергоядро. Ядро, пожалуй, оставим. Так, поехали. Последовать по координатам детки. Я не уверен, что это хорошая идея. Так, куча гробов. Огромная куча гробов. Так, двигаем, 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 двигаем. Вылетаем из этого пространства узенького. Иначе нас накажут прям в нем. Мы в этом не заинтересованы. Так, тихо. Следующая точка автопилота полностью совпадает с координатами детки, переданными вам в последнем сообщении. Она и капитана звала на помощь, раз он отметил ее. Это точно не сулит нам ничего хорошего. Нам вообще ничто не сулит ничего хорошего. Так, еще есть? Или это последний? Пердящий. Вроде последний. Так, окей. Координаты сходятся. Давайте проверять. Так, варп готов? Вроде мигает. Значит, скорее всего, готов. Подлетаем. Стыковка. Центровка, скорее. Так, варп прыжок, встать за руль. Варп прыжок. Ну ладно, поехали. Постараюсь не перезагружаться. Твою мать. Так, обследовать станцию Брисыч. Все равно перезагрузился. Ненавижу ускорение. Ч-ч-ч-ч-ч, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Судя по всему, мы на месте. Но у меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая, что вы очень ловко научились крутить штурвал. А плохая, вы уже не управляете Нормандией. Похоже, это старая магнитная система разгонных шлюзов. И автопилот перехватил управление для принудительной стыковки. Это плохо. Я не очень много знаю про магнитные шлюзы. Но, вероятно, отстыковаться без удаленного разрешения на вылет нам уже не позволят. Пу-пу-пу. Разумеется, никакой выжившей здесь быть не может. Катаблонки старой космической станции агентства Брэссидж. Мы на таких уже бывали. Нет, я понимаю вы. Но как капитан Шепард купился на сообщение... Хе-хе-хе-хе-хе. И проложил сюда маршрут. Ома не приложу. Мне кажется, Шепард что-то знал. Что у нас здесь? Карта космоса. Как я и говорил, шлюз требует разрешения. Да-да-да. Мы здесь застряли. Это мы временно застряли. Не кипишуй. Так, есть кто? Вроде тишина и порядочек. Я на всякую жальность иванусь. Ничего личного. Теперь сомнений нет. Это старый магнитный шлюз с активной системой разгона. Узнаю некоторые детали. Нам придется поискать центр управления шлюзовыми камерами, если мы хотим улететь. Окей. Центр управления. В принципе, можно найти. Было бы желание. Так, надо не забывать фонарик юзать. Очень полезная вещь. Ага, стоп. Что у нас здесь за компуктер? Поломанный есть. Нифига себе. Прям трап. Прям на ходу. Так, добрый день. Есть кто-нибудь? А в ответ тишина, тишина. Ну, заметьте, здесь и гробов мертвых нет. Так, но здесь все равно огромная дырень. Судя по всему, шлюзом давно не пользовались. Ну, мягко говоря, давно. Мне кажется, столетие минимум. Теперь нужно найти центр управления и постараться не шуметь. Найти центр управления и не шуметь. А как мне пройти? Умник. Ага, вот. Не шуметь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, второй пункт можно сразу забыть и просто найти центр управления. А почему нам нужно не шуметь, если здесь никого нет? Давным-давно. Мы уже бывали на обломках этой станции. Узнаю комплектующие Брэсидж 50-летней давности. Убиты выстрелом в затылок. Около 30 лет назад, судя по мумификации. Просто блеск. Мы всегда, куда ни прилетим, находим трупы. Даже, казалось бы, где их быть не должно. Рекомендую быть крайне осторожным. Нас уже могли обнаружить и подготовить хитроумную ловушку. Кто обнаружит? Ты уточняй, ёбарец от их. Кто здесь вообще мог остаться? Крабы родом из 20-х. Мы уже такие видели. Родом из 20-х. Так, здесь вроде голяк. Ничего ценного я не вижу. Окей, давай вторую дверь. Что, опять? А эта дверь не скрипит. Может, она даже и не заметит. Твою мать! Что? Я даже не понял, что в нас прицелилось. Ха, босс. А, вот мы к нему вернулись. Я запутался. Это всё же не детка, да? Что ж. Снова здрасте, как говорится. Я не хочу рассказать правду. Я верить твоя. У него ремонтный инструмент, кстати. Но тебя это не спасти. Вы, человек, всегда всё портить. Всё шёл так гладко. Наша создатель, под видом космической опохорны, создал непобедимейший армию из роботы-грабы. Зелёная вселенная. Нужно были остановить лайнер. Мы всех убивать, захватывать ядро и подключить к великим материнским станциям. Мощность ядра позволит наш создатель управлять грандиозно, атака гробов по всей галактике и захватить власть на человеке из зелёной вселенной. Не смочь сделать простейшей работой и врезаться на лайнер в наш центр. Повредить наш материнский станции. Идиота. Ну, допустим. Ну, не надо. Ну, зачем меня утилизировать? Эй, не время спать. Чувствуете мои разряды? Попробуйте подняться. Нам нужно что-то предпринять. Давайте. Давайте, тише. Почему она шевелится? Чёрт. Пробуй не подготовить её. Как твоя очнуться? Твоя должен был лежать. Твоя тело не должна двигаться. Ты портит бальзамирующий состав. Но да не важный. А раз уж твоя так цепляется за жизнь, то прежде чем твоя умирать, я показать тебе кое-что. Да. Я показать тебе это. И ты не сможешь это пропустить. Что бы ты ни делать, ты не сможешь пропустить эти ползущие буквы. Быстрее, жмите. Атаковать, атаковать. В этой игре хоть какие-то механики есть. Похоже, это был наш последний шанс. Мне жаль, что всё так закончилось. С вами было интересно. Пора заканчивать, человек. Твою мать. Это прилетел тот движок, который мы ещё запускали в хладаге. Какой ужас. Так, изучить руку. Это всё, что осталось от одоедливого робота-гроба. Хотя нет, ещё осталось несколько синяков и лёгкое чувство разочарования. Ведь даже отомстить не получится. Это да. Ненавижу робота. Это прям судьба, да. Так, окей. И как мы отсюда можем выбраться и можем ли? Так, здесь ещё один трупик. Он говорил, что петли не выдержат. Петли. Опа! А могу ли я этим? Отлично. Чтоб не тратить бластер. Так, одна петля есть. Я, кстати, нашёл ещё один бластер, да? 99. Он прям бесконечный или это прикольчик? Нет, он не бесконечный. Тогда я, пожалуй, сэкономлю. Давай, круши, ломай мать твою. Так, обследовать станцию. Нужно быть осторожными. Неизвестно, сколько тут осталось этих гроботов. Гроботов думают до хера здесь. Что-то мне подсказывает. Здесь тоже куча материалов. Зачем, правда, неизвестно. Ну, окей, не суть. Стоп, а сюда зайти можно? Дверью не пользовались лет 20. Не думаю, что мы сможем её открыть. А если ломом? Не, ломом тоже, видимо, не сможем. Так, ещё один товарищ умер. Смазка. Смазка минеральная, шарнирная. С салфеточками. Боже, какая красота. Смазка для шарниров с комплектом впитывающих салфеток. Не уверен, как именно этим пользовались роботы, но спрашивать скафандр что-то не хочется. А он нам ничего не скажет, да? Шалунишка. Так, здесь галяк, здесь галяк. Тоже ничего. Гробот, и выйди. Это же старая капсула консервации. И, похоже, в них лежит вся команда этой станции. Станция консервации. Капсула. Да блеха-муха. Шо вы всё позакрывали? Где эти капсулы? Да ладно, они живы? Почему он мордой вперёд? Угу. И чё, мы как-то можем с ними повзаимодействовать? Может, мы все напарников сможем найти? Так, один минус. Откуда течёт, простите? Ага, сверху течёт. Но, если и выжили, ребята, то далеко не все явно. А, это, похоже, ваша капсула. Ужасно. Они же хранят трупы прямо в скафандрах. Я бы не хотел застрять тут с вашим телом на 40 лет. Мужик. Самое забавное, что дед к нам обращался, мужичок. Это прям... Тихо. Я талантливый. Я очень быстро подключаюсь кислород. Так, здесь нечего ловить. А это что ещё за... Что, что, что? Не пугай меня, собака. Ты ж нагнетаешь обстановку. Воу, щит, мэн. Одному деду прям... Прям вошло, слушайте. Насквозь. Здесь можно что-то скрафтить. Тут что-то собирали. Или кого-то разбирали. Я ставлю на второе. Сомневаюсь, что здесь что-то собирали. Прям так уж. Так, здесь ничего. Ничего. То, что здесь верстак, это странно. Это атипично. Но окей. Ещё титан. Это уже за гранью. Видимо, мы всё же нашли детку. Твою мать! Какой ужас! Что здесь вообще происходило? Я, конечно, дико извиняюсь. Что, мать его, вы здесь творили? Мне нравится вот это вот. Окей. Выход-то выход. Ты мне напомни лучше про ситуацию. Ах, хотя, бляха. Как я-то лечу до корабля, если я отсюда выйду? Где? Так, если я назад двинусь... Ага, кислород здесь есть, а здесь его нет. Я вас понял. Давайте быстренько без... Не рекомендуется далеко отлетать от станции. Нам всё ещё нужно найти центр управления. Да и попасть на Нормандию снаружи мы не сможем. Бляха, точно. Мы снаружи никак не попадём. Там же шлюз. Твою мать. Так, вот там какая-то дыра есть. Чё, чё? К чему я точно не хотел вернуться? Так это к перелётам в скафандре. Очень не хотелось бы. Похоже на какой-то технический коридор. Надеюсь, отсюда мы сможем попасть к центру управления. Я всё ещё не могу поверить, что агентство Брессидж оказалось напрямую замешано во всём этом. Если робот не соврал, то нам нужно обязательно передать компромат до начала массированной атаки, иначе возвращаться будет попросту некуда. Думаю, неподалёку от ядра должны сохраниться передающие системы. И ради сохранения галактики я бы настоятельно рекомендовал ими воспользоваться до того, как мы попытаемся активировать варп-прыжок. Окей. Если найдём, так только сразу же используй. Не переживай. Всё будет в порядке. Какого хера тут в гроб висит? Так, одного заживало дверкой. Нормально? Не нормально. Так, здесь ничего функционального нет. Опять. Опять коридоры, буква С. Сколько можно? Прохода нет, запрещено. Да есть всё. Что ты выдумаешь? Я не могу понять, кто их протыкал, мать его, частями корабля. Внутренние обшивки. Это ж ужас какой-то. Знакомое место. Это не здесь вас допрашивали? Похоже, похоже. Похоже, что здесь. Судя по всему, один из центров управления станцией мы нашли. Можно было бы и догадаться, что он здесь. Накладная грудь. Так, что здесь. Генератор стабилен. Сеть недоступна. Пожалуйста, выполните подключение к сети. Генератор с изолентой обмотан. Что? Так, а это что? Что гроб светится? Нормально. Там никого нет. Здрасте. Похоже, основные системы ещё работают, в отличие от этого гроба. К робот, как дела? Он пытался, видимо, себя зарядить, но что-то послунеет. Окей. Гроб был подключён к центру управления и сгорел вместе со всеми разъёмами на панели. Я не смогу подключиться напрямую, но с вашей помощью можно попробовать сделать это через самого робота. Ммм, окей. Пилодрель. Серьёзно, опять? Только делите, как можно тише. Наверняка, насыщен. Отлично. Теперь переключите вон тот маленький приём. Готово. Я подключился к... Нет. Ой, нет. Она жаржавая. Отвратительно. Так. Я, эээ... В общем, стыдно признаться, но прямой связи со станцией у робота больше нет. Зато сохранился незашифрованный блок деширования, где я просмотрел самые отвратительные моменты в жизни данного гроба. Ещё я просмотрел пароли к дверям и магнитным шлюзам, но отвратительных данных было гораздо больше. Можем возвращаться на Нормандию. Окей. Но зачем ты смотрел эти данные? Ты мог их избежать. Окей, давай, возвратно. Так, вот здесь что у нас ещё? А, всё правильно. А с этой стороны... Похоже, охрана погибла без нашей помощи. Повезло. Вот это охрана, да? Да, их немножко приложило панелями, бывает, бывает. А куда этот проход? Главное, ведите себя как можно тише. Я максимально тихий, ты что, не выдумывай. Я в стелс-промастер. Что, здесь? Ещё один мёртвый гроб. Мёртвый гроб позже. Думаю, за следующей дверью нас уже ждут. Приготовьтесь. Что, опять? Нормально, тихенько, тихенько. Да всё нормально за дверью? Чё кипишишь? Слишком тихо. Будьте предельно внимательны. Да куда уже внимательней? Всё нормально. Это уже зал начальный, да? Готовьте оружие. Сейчас будет жарко. Да ёпырыс, да что ты меня нагнетаешь? Ты это специально делаешь, да? Скажи честно. Я сейчас расплавлюсь от направлений. Похоже, они слишком умные и устроили засаду прямо у Нормандии. Да мне кажется, они всё уже подухли. Справа и слева чисто. Нас заманивают в чёлнок. Это плохо. Или ты параноик. Есть два варианта. Постарайтесь не повредить чёлнок, если начнётся стрельба. Всё, это конец. Они на капитанском лодке. Я не знаю, что делать. Мы в ловушке. Эээ, а где засада? Я зря включил нагнетающую музыку, что ли? Ладно, неважно. Всё, бедно. Абсолютно зря меня нагнетал. Разрешение на вылет получено. Еееей! Остался последний шаг. Роботы хотели подключить ядро напрямую к кораблю с материнской станции. Нам необходимо провернуть нечто подобное с нормандией. Для длительного перелёта до обжитых секторов на прогулочном челноке потребуется колоссальный запас энергии. И, как я уже упоминал, ядро может нам его дать. Если мы окажемся быстрее взрыва, конечно. И да, раз уж никакой детки не существует, мы обязательно должны... Привет, детков? Что? Я вижу улучшение сигнала. Шепард, вы убрали оборудование перехвата. У меня заканчивается кислород. Роботы на каждом шагу. Поторопитесь, я постараюсь всё сделать. Собо настоящая детка. Не может этого быть. Роботы же погибли на наших глазах. Второй раз мы на такое не попадёмся. Не путёмся жить. Эй, полегче. Я сейчас перебиву. Второй раз мы на такое не поведёмся. Проблема в чём? Детка-то заговорила нормальным языком, без корявости этой роботовской. Есть много вопросов и мало ответов. Ёп-реста. Надеюсь, при перегрузке систем он просто вырубится. Иначе я не смогу изменить маршрут для варф-ускорения. Окей. Надо будет это... Вот же, что там происходит. Здесь ещё одна ремонтная станция. Ох, слишком много событий происходит, ребята. Пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.